Виновен и не заслуживает снисхождения. Суд должен огласить приговор Иосифу Равейну, убившему свою жену. Какое наказание грозит экс-чиновнику? Зима со знаком «плюс». Синоптики обещают омичам весеннее тепло в феврале. Найти инвестора и получить 2 миллиона рублей. Омские разработчики представят свои технологии на всероссийском стартап-туре. Омский велотрек превратился в поле боя. Здесь установили борцовские ковры, поставили ринг. 380 спортсменов со всей страны боролись за Кубок Омской области по панкратиону памяти Сборовского. Кому он достался? Частные перевозчики Омска продолжат возить льготников. К оплате в маршрутках по-прежнему принимают пенсионные, студенческие и школьные транспортные карты. Правда, стоимость проезда для разных категорий составляет теперь не 18 и 15 рублей за одну поездку, а 22 рубля. При оплате наличными стоимость проезда не изменится и составит 30 рублей. Действуют в частном транспорте и пересадочные карты, однако за каждую поездку с них будет списываться 25 рублей, независимо от того, сколько времени прошло с момента последней. Для безналичного расчета смогут пассажиры воспользоваться и проездными Омка, а также банковскими картами. Напомню о смене тарифов предприниматели сообщили на прошлой неделе. Меры эти, по словам частников, вынуждены. После введения системы безналичного расчета, что автоматически означает более дешевый проезд, транспортники недосчитались более полутора миллионов рублей. После аномальных морозов в Омск придет почти весеннее тепло. Столбики термометров в регионе начали подниматься еще в выходные. Сегодня температура может повыситься до минус 13 градусов, при этом будет идти снег. К концу недели станет еще теплее, по ночам будет ниже минус 13 градусов. О днем синоптики обещают и вовсе минус 5. Что касается долгосрочных прогнозов, то конец февраля и вовсе должен выдаться по зимним меркам жарким. Прогнозируют плюсовые температуры. В Казани началось расширенное заседание Госсовета в новом формате. Главы российских регионов съехались сюда, чтобы обменяться мнениями и разработать меры по реализации приоритетных нацпроектов. В числе участников и губернатор Омской области Александр Бурков начали обсуждение с темы жилья и городской среды. Губернаторы и представители правительства высказывают мнение, как сделать ее более комфортной. В Омске эта тема одна из приоритетных. Не первый год в нашем регионе в рамках этого нацпроекта уже отреставрировали 6 объектов, среди которых Аллея Славы, Проспект Культуры, Сквер Авиаторов. Вообще же с ноября 2018 года формат заседаний Госсовета изменен. Теперь обсуждение ведется в течение нескольких дней и разделено по секциям. В последний день, 13 февраля, ожидается, что участие в мероприятии примет Владимир Путин. В Омском музыкальном театре сегодня состоится торжественное собрание, посвященное 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Его участниками станут ветераны боевых действий, члены семей погибших и пропавших без вести военнослужащих, участники локальных войн и вооруженных конфликтов. Мероприятия, посвященные годовщине, будут проходить на протяжении всей недели. А 15 февраля, в день вывода войск из Афганистана, когда последний советский солдат навсегда покинул территорию данной страны, пройдет возложение венков и цветов в Парке Победы. Добавлю, что для советского народа афганская война длилась 10 лет. Для наших военных она началась в 1979 году, 25 декабря, когда первые солдаты были заброшены в Афган. И только в 1989 году, 15 февраля, территорию этой восточной страны окончательно покинули советские войска. Это был настоящий праздник для нашей страны. Назначение в городской администрации. Вице-мэром и главой Департамента архитектуры и градостроительства стал 44-летний Михаил Губин. В его обязанности, согласно новой структуре мэрии, вошло также кураторство Департамента строительства. К обязанностям чиновник приступит с 12 февраля. Добавлю, Михаил Губин по образованию юрист. В 1998-м он окончил Уральскую государственную юридическую академию. С 2007 года по октябрь 2018-го работал в Департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга. Актриса комедийного шоу на канале ТНТ извинилась за неудачную шутку про Дмитрия Карбышева. Пост об этом Наталья Медведева разместила в своем инстаграме. По словам участницы программы, она считала, что генерал – это вымышленный персонаж, а потому не придала своему выступлению большого значения. К тому же, как утверждает Медведева, весь сценарий был одобрен не только художественным руководителем проекта, но и продюсерами телеканала. А актеры, согласно контракту, обязуются произносить текст, который им выдают. Напомню, скандал вокруг одного из выпусков шоу разгорелся в начале этого года. Тогда подать иск против авторов программы решил внук Героя Советского Союза Дмитрий Карбышев. Ситуация возмутила и многих культурных деятелей страны. В частности, режиссер Никита Михалков заявил, что актеры этого шоу не понимают, что пришлось вынести генералу Карбышеву в фашистском плену. Наш земляк в Великую Отечественную войну был захвачен в плен и замучен нацистами. Его заморозили, обливая ледяной водой. Могут себе представить. Стартап Вилледж – крупную конференцию для технологических предпринимателей. Участие в НЕАМИЧИ уже принимали. Так Александр Шиллер встретил в Москве первых крупных инвесторов. И сейчас разрабатывает технологию, которая должна увеличить скорость и грузоподъемность рельсового транспорта. Суд сегодня должен поставить точку в уголовном деле в отношении экс-главы Кармиловского района Иосифа Равейна, который убил свою жену. На заседании планируется прения сторон и оглашение приговора. Ранее свой вердикт вынесли присяжные. Виновен, снисхождение не заслуживает. Теперь федеральный судья должен назначить срок наказания для обвиняемого. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет колонии. Смягчающим обстоятельством может стать плохое самочувствие обвиняемого практически. На все заседания Иосифа Равейна вносили приставы. Он неоднократно жаловался на повышенное давление. Впрочем, родные погибшей Светланы Равейн считают это игрой на публику. По их словам, ранее на здоровье он никогда не жаловался. Мы следим за развитием событий. Федеральные трассы в Омской области станут безопаснее. В этом году на них установят 10 новых камер и 17 светофоров. Об этом сообщает пресс-служба Росавтодора. В прошлом году на омских автодорогах федерального значения уже удалось на 18% снизить аварийность и на 21% количество пострадавших в ДТП. Улучшить статистику позволили новые светофоры, дополнительное освещение на остановках и пешеходных переходах, а также ремонт на трассах. В порядок привели 97 километров покрытия и два путепровода. Всего за прошлый год на федеральных дорогах региона произошло 153 аварии. Причинами стало превышение скорости, нарушение водителями правил обгона, а пешеходами правил перехода дороги. Макулатуру обменяют на еду и лекарства. В Омске запустили благотворительную акцию. Горожан просят помочь бездомным животным. Для этого необходимо собрать бумагу, отделить ее от скобок и скрепок и принести в пункты приема. Для сбора оборудуют три места. На Маркса 18, корпус 22, Герц на 65 дробь 1 и химиков 6 дробь 5. При этом, как поясняют волонтеры, собранную бумагу они могут вывезти и самостоятельно, только в том случае, если ее соберется более 50 килограммов. Вырученные за сдачу макулатуры деньги пойдут на еду и лекарства бездомным животным, а также их стерилизацию. Поборются за звание лучших. Уже сегодня мячи выступят на международных зимних играх «Дети Азии». Они проходят в Южно-Сахалинске. Наш регион представят 15 человек. Большая часть команды – конькобежцы. Они и откроют состязание. Первым в программе записан шорт-трек. После свое мастерство продемонстрируют омские хоккеисты, а также фигуристка Мария Шевелева. Борьба за медали, вероятно, будет жесткой. Конкурировать нашим спортсменам придется с профессионалами из 25 стран мира. В числе соперников – представители Гонконга, Эмиратов, Филиппинов и Японии. Завершатся соревнования 17 февраля. Почетное звание тренеру по художественной гимнастике Елене Арайс присвоил Владимир Путин. Президент подписал указ о награждении государственными наградами. И согласно документу, заместителю директора Центра подготовки Олимпийского резерва по художественной гимнастике присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры России». Елена Арайс работает с гимнастками около 40 лет. Она один из первых тренеров, известных на весь мир олимпийских звезд из Омска – Евгении Канаевой, Ирины Чащиной, Ксении Дудкиной и Веры Бирюковой. В 2001 году Елена Арайс удостоена звания «Заслуженного тренера России». А в 2009 году она признана лучшим детским тренером страны. В Омском велотреке разыграли награды Кубка области по панкратиону памяти заслуженного тренера России Владимира Зборовского. И львиную долю медалей завоевали омские бойцы. Лидерство сразу во всех пяти возрастных группах взяли воспитанники авторской школы единоборств «Шторм» Александра Шлеменко. К слову, именно Александр считается самым известным учеником Владимира Зборовского. В память о талантливом тренере и проводит Шлеменко эти соревнования. В этом году в пятый раз. Юлия Думанова с места событий. Омский велотрек превратился в поле боя. Здесь установили борцовские ковры, поставили ринг. Соревнования пройдут в пяти возрастных категориях. Возраст 14 лет и весовая свыше 70 килограммов. Младшая группа. У Юлии Шепель на ковре сын. У меня душа, мне кажется, она в нем, она с ним. Я там, я всей душой, и он это чувствует, мне кажется, ему это помогает. У меня вот только такие эмоции, я вся в нем. Меня, наверное, на самом деле нет там, где я стою. Одно тело, да? А я сама там, где находится мой сын во время боев. Саша Шепель – боец перспективный, воспитанник школы «Шторм». Виноборствами занимается здесь со дня открытия. Три года. Уже скоро выступит за наш город на чемпионате России. Путевку на него завоевал на отборочном турнире. Две недели назад. Соперник сильный и сейчас. Три победы из трех. Это финал и нокаут. Саша выигрывает и его. Соперник у меня был, конечно, нелегкий, тяжелый. Мы справились, мы тренировались каждый день. Так готовились к развитию боя. Куба Комской области по панкратиону памяти Владимира Зборовского. С самого детства он занимался спортом, вел здоровый образ жизни. Благодаря ему об Омской школе единоборств заговорили во всем мире. За годы тренерской работы Зборовский воспитал 135 чемпионов. И, конечно же, самый известный его воспитанник – Александр Шлеменко. Он научил вот этому отношению любви, в первую очередь, к малой родине. К тому, к своему городу. Что нужно... По сути, он научил все отдавать для общей цели и для того, чтобы все у нас было хорошо. Все, что он зарабатывал, все, что он имел, он нес в зал и отдавал детям. В этом и есть человеческие качества. В этом году на престижный турнир заявилось больше спортсменов, чем в прошлом. 20 команд. Спортсмены со всей страны. Мы собрали более 380 участников из 10 регионов. На сегодняшний день сильнее и лучше турнира по этому виду спорта в Омске нет. Николай Байкин из Пензы. Начинал с футбола, даже занимался бальными танцами. А в 15 лет записался в секцию бокса. Сейчас перспективный боец ММА. В целом, состояние очень хорошее. Победа держала боец и не экипировки. Победа была за мной. И я думаю, это самое главное. Ну и, конечно же, мой трезвый образ жизни, правильное питание помогло, я думаю, поспособствовало. Турнир с Борозского провели в пятый раз. Главный трофей в общекомандном зачете выигрывают штурмовцы. И кто знает, может уже через несколько лет кто-то из этих ребят станет новым чемпионом. Его имя узнает весь мир. Юлия Думанова и Дмитрий Алдыгепченко, 12 канал. Парное катание на коньках за фото с любимым акцией. Ко дню всех влюбленных запустили омские парки. В подарок омичи могут получить вторую пару коньков или второй стаканчик кофе или чая. Для этого нужно сфотографироваться со своей половинкой в парках 30-летия в ЛКСМ или Советском. И разместить фото в Инстаграме или ВКонтакте с хэштегом «Омскпарклюбовь». Ну а 14 февраля, в День всех влюбленных, покажите романтическое селфи на кассе. И получите один из подарков – вторую пару коньков или билет на каток бесплатно. А также второй чай с шиповником или капучином. В акции участвуют катки на Бударина в парках 30-летия в ЛКСМ и Советском. Впереди еще прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12kanal.ru. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. И элитные топчаны, и обычные диваны распродаем. Мебельный рынок «Южный». С 11 по 22 февраля скидки до 50% на мягкую мебель. И в завершении выпуска о погоде. Завтра, 12 февраля, по области в Омске пасмурно, возможен снег. Температура воздуха в районах ночью минус 20-22, днем от 15 до 6 градусов холода. В Омске ночью столбики термометров опустятся до минус 21, днем ожидается 8-15 градусов со знаком минус. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду, атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. На этом пока все. Следующий выпуск смотрите в 17 часов. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok